Дорогие отцы, братья и сестры, матушки, детишки, всех приветствую на нашей конференции. Сегодня мы с вами продолжаем изучать душеполезное поучение старого преподобного Авы Дорофея. Дошли мы уже до 12-го поучения, которое звучит так. О страхе будущего мучения и о том, что желающий спастись никогда не должен быть обеспечен о своем спасении. Мы с вами когда-то говорили в самом начале о том, что страх Божий – начало премудрости. И что он не угнетает душу при правильном отношении на страх Божий. Он помогает человеку отсечь всякие суетные помышления, отсечь страсти и иметь защиту от грехов, от страстей. То есть он необходим. А здесь конкретно говорится о страхе будущего мучения. Авы Дорофей начинает так. Говорит, я одно время болел ногами, и братья пришли ко мне и спросили о причине моей болезни. Ну, видимо, хотели меня поддержать, немножко отвлечь от болезни и услышали что-то доброе. Авы Дорофей говорит, тогда я не смог с ними побеседовать, поскольку очень сильная болезнь была. Но потом, когда болезнь утихла, то я стал с братьями беседовать. Так бывает и на буре, когда корабельщики во время бури, им не до разговоров, они стараются бороться за свою жизнь во время бури. А потом, когда буря пойдет, все об этом повествуют, говорят, рассказывают, делясь своими впечатлениями о том, что прошло. Так же я говорю, во время болезни не смог, а когда уже болезнь немножко отступила, и смог с братьями провести беседу. Хорошо, братья, каждое дело возлагать на Бога и говорить, ничего не бывает без воли Божьей. Но, конечно, Бог знал, что это хорошо и полезно, и потому так сделал хотя бы себе дело и имело какую-нибудь внешнюю причину. То есть, когда спрашивали о причине его болезни, он говорит, можно много причин привести, отчасти, еще самоукорением так говорит, может быть, потому что переел просто. Потому что странники пришли, мне хотелось их угостить, я с ними ел и лишнее, наверное, съел, из-за этого ноги опухли. И других можно много причин привести, но, говорит, болезнь случилась, Бог попустил, значит, мне на пользу. Я мог бы привести другие различные причины, ибо ищущему их в них нет недостатка, но самое достоверное и полезное есть то, чтобы сказать. Поистине, Бог знал, что это будет полезнее душе моей, и потому оно так и случилось. Ибо из всего, что творит Бог, нет ничего такого, что было бы неблаго, но вся добра и добра зело. Итак, никому не должен оскорбить о случающемся, но все, как я сказал, возлагать на промысел Божий и успокаиваться. Ну, тут надо отметить, бывает так, когда брат чем-то так вот согрешит, что-то такое сделает, нехорошего, в частности, в монастыре. По его нерадению что-то случилось, или машина перевернулась, или возгорание какое-то произошло, то есть вред даже нанесен. И когда начинаешь выговаривать, то он говорит, ну вот воля Божия, что Бог так попустил. Вот, здесь уже не надо так говорить, поскольку бывают наши грехи, на это воли Божией нет. А что помимо нашей воли происходит, или доброе, или, казалось бы, скорбное что-то, то это уже воля Божия. Или по благоволению, или по покущению. И еще здесь вот сейчас Ава Дорофей говорит, что бывают такие люди, которые изнемогают так от скорбей, что говорят, лучше мне умереть. Ну, то есть, слышим мы такие иногда. Люди говорят о возможном своем самоубийстве, как решение всех проблем. От чего это происходит? Это происходит от малодушия и многого неразумия, ибо таковые не знают той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души из тела. Ну, как я уже говорил в какой-то из бесед, когда душа из тела исходит, то душа видит впервые в жизни свое тело со стороны. Ну, часто это тело после аварии или после болезни, поэтому имеет такой неприглядный вид, это уже страшно. Потом душа видит демонов, которые с большим, с великим шумом подлетают к душе, показывают ей злые дела. Их сам, их вид очень ужасен, и душа трепещет. Второй страх. Ну, а третий страх и ужас, когда душа видит саму себя, что в ней очень много сродного этим самым демонам. И даже вот это уже ужасно. Если мытарство блаженной Феодоры почитать, то как она рассказывает, как сама смерть ужасна, и затем мытарство проходить, все страшно. А тот человек, который говорит, лучше бы я умер, он сам не понимает, что говорить. Это великое человеколюбие Божие, братья, что мы наказываемся, находясь в всем мире. Но мы, не зная, что совершается там, почитаем тяжким здешний. То есть, нет, родились не могая, желая смерти. Но надо Бога благодарить, что нам здесь скорби посылают, потому что мы можем здесь иметь и утешение в скорбях. Не знаете ли, что происходит в отечнике? Один весьма ревностный брат спросил некого старца, отчего душа моя желает смерти? Старец отвечал ему, оттого, что ты избегаешь скорби и не знаешь, что грядущая скорбь тяжелее здешней. И другой также спросил старца, отчего я впадаю в беспечность, пребывая в келье моей. Старец сказал ему, оттого, что ты не узнал еще ни ожидаемого покоя в Царстве Небесном, ни будущего мучения адского. Ибо если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келья твоя была полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, ты терпел бы сие и не расслабевая. То есть, если бы мы знали будущее блага, которые ожидают праведников, или будущее мучений, которых грешников ожидают, то с радостью терпели бы все эти болезни напасть. Тут можно вспомнить то же событие одно. Один человек, у него большая болезнь была, он сильно страдал и просил Бога, чтобы умереть. И тогда ему явился ангел и говорит, меня Бог тебе послал, услышал твою молитву. Но если ты сейчас умрешь, то и в ад пойдешь. Он говорит, ну лучше хоть в ад, лишь бы эту болезнь не терпеть, уже не могу. Ангел говорит, ну выбирай, или еще десятки лет в этой болезни будешь, или 10 минут в адских мучениях. Тот подумал, подумал, 10 минут думает, давай, договорились. Ангел взял его душу, отвел в адские темницы, и тут начались адские мучения. И он терпел, терпел, душа этого человека терпела, терпела. Потом думает, обманул меня ангел, забыл меня здесь, уже вечность целая прошла. Тут появляется ангел светлый, и этот человек говорит, не думал я из уст ангельских услышать ложь. Ангел говорит, а что такое? Ну как, мы с тобой договорились на 10 минут, ты меня забыл здесь, уже годы прошли. Ангел говорит, нет, не годы прошли, а всего лишь половину, пять минут. Ну, еще пять минут, и ты освободишься отсюда. Либо выбирай, либо там десятки лет еще мучиться от болезни. И тогда этот человек сказал, нет, я лучше буду на земле пребывать в скорбях, терпеть любые болезни, лишь бы не попадать в это мрачное и скорбное место. Евагрий говорил, кто не очистился еще от страстей и молится Богу, чтобы скорее умереть, тот подобен человеку, который просит плотника скорее изрубить подр больного. Ибо душа, находясь в телесе, получает облегчение, имеет некоторое утешение. Вы знаете, конечно, мы сейчас тоже боримы с страстями, мы знаем, бывает и ревность, и зависть, и злоба какая-то непонятная, и прочее, тяжеловато и терпеть, но все равно в этом мире мы отвлекаемся как-то. Надо и поесть, и поспать, и попить, и с друзьями побеседовать. Это как-то отвлекает. А если все это исключить, и душа останется один-один со своими страстями, то это будет уже мучение, даже находясь здесь, в теле. А вот Дорофей говорит, если желаете, давайте поэкспериментируем. Кто-нибудь из вас, зайдите, я закрою в келье, пусть он не ест, не спит, ничего не пьет. И даже говорит так, и чтобы не молился Богу, не помышлял о нем. И посмотрите, как душа будет терзаться страстями. А если так в одиночестве молиться Богу, то это уже утешение. По здешним скорбям вы можете несколько понять, какова тамошняя скорбь. То есть немного всего лишь можем понять. Если здесь самые страшные скорби претерпеть, то это всего лишь будет какой-то намек на то, что человек может терпеть там, если в ад попадет. Страстная душа всегда мучится несчастная своим злым навыком, имея всегда горькое воспоминание и томительное впечатление от страстей, которые беспрестанно жгут и опаляют ее. Сверх всего, кто может брать и вообразить страшные оные места, мучимые в оных телах, которые служат душам для усиления страданий, а сами не сливают тот страшный огонь и тьму. Тех безжалостных слуг мучителей и другие бесчисленные томления, о которых часто говорится в Божественном Писании, и которые соразмеряются злым делам и душ их злым воспоминаниям. Ибо, как праведные, по словам святых, получают некие светлые места и веселье ангельское, соразмерно благим их делам, так и грешники получают места темные и мрачные, полные страха и ужаса. Ибо, что страшнее и бедственных тех мест, в которые посылаются демоны. Вот представьте, есть даже такие сейчас тюрьмы, так как смертная казнь отменена, и поэтому всех маньяков содержат в тюрьмах пожизненное заключение. Таких немного тюрьм, но есть. И вот представьте, там они в одиночках сидят. А если бы в камере и нас туда поселить, где такие злые люди, убийцы. Вот представьте, страшно. Ну, а по смерти грешники будут посылаемы в муку, где пребывают демоны. И там уже не закроешь глаза, потому что всегда их будешь видеть. Нет, вернешь свой взор, всегда будешь созерцать этих демонов и таких подобных себе грешников. Еще раз напомню, что души грешных людей, они уподобляются образу бесовскому. Даже сейчас мы видим тела друг друга, души не видим, только через взгляд можно догадываться о помышлении души, о настроении души. А так вот старцы, святые люди видят, когда человека видят, они видят и образ души его. И вот она часто похожа на бесов. Даже от одного принятого плохого помысла душа изменяется, проходит на бесов. И вот, конечно, таких бесов и грешников, видите, это уже страшно. Говорит святой Иоанн Златоуст. «Если бы не текла река огненная, не предстояли страшные ангелы, но только призывались бы все человеки на суд, и одни, получая по холлу, прославлялись бы, другие же отсылались бы с бесчестием, чтобы не видеть им славы Божьей, то наказание он им стыдом и бесчестием и скорбь от падения от талеких благ не была бы ужаснее всякой гиены». Вот заметьте, сначала говорится о том, что сама гиена страшная, то есть тела попаляются, и это нестерпимо ее приносит к страданию. Но Златоуст говорит, и другие святые ци, я тоже читал, что все-таки телесные вот эти страдания в аду физические, они являются последней милостью от Бога, падшему человеку, потому что они несколько отвлекают человека от душевных страданий, которые связаны с разлукой с Творцом. То есть для души неестественно пребывать без Творца, без общения с Ним. Мы так сознательно, что должны общаться с Богом. А здесь на земле нас что-то отвлекает, и мы не так испытываем мучения. Но все-таки каждая душа томится по небу, по Богу. А когда этот мир уходит, когда душа отделяется от тела, то вот эта тоска по общению с Богом, она, конечно, очень-очень сильно приносит скорбь в душе. И когда вот в аду ее мучают демоны, то это несколько отвлекает ее от этой величайшей скорби. Тогда и самые обличения совести, и самые воспоминания о соделанном, как мы сказали выше, будут нестерпимее, бесчисленных и неизвеченных в том времени. Может быть, вы слышали еще такие выражения святых людей, говорят, если рядом со мной Христос будет, то мне ад не страшен. А если в раю не будет Христа, какой рай мне не нужен? То есть святые понимают, что не само место важно, а важно общение с Богом. И дальше очень важную мысль Ава Дорофей говорит, что душа, когда человек умирает, душа помнит все свои грехи, пребывает во всех своих навыках, плохих или добрых. И воспоминания обостряются, потому что уже не сковывают тело, душу, и душа помнит все грехи, с кем, когда, в каком месте, какие грехи совершала. Но в то же время Ава Дорофей говорит, есть, конечно, выражение, Псалма 145, в той день погибнет вся помышление Его. Это не значит упрепещение мысленной деятельности души после смерти. Это значит, что погибнут помышления суетные, такие, которые связаны с землей. Вот завтра, вернее, в этом сезоне надо сенокос провести хорошо, там корову купить, там к родителям съездить. Вот эти все помышления погибнут, все, что касается земли. А все, что касается души, все мысли, которые с самого детства душа имела, добрые или злые, это все душа будет очень хорошо помнить. Но еще мы знаем из православного учения, что если человек и согрешал, но он в этом каялся, искренне покаяния приносил, исповедовался, то эти грехи уже нигде не упоминаются. И Господь учеркивает, умывает свои крови. Ничего не забывает душа из того, что она сделала всем мире, но все помнит и по выходе из тела, и при том еще лучше и яснее, как освободившийся от земного всего тела. Старайтесь возделывать добрые помышления, чтобы найти их там, ибо что человек здесь имеет, то исходит с ним отсюда, и тоже будет он иметь и там. «Позаботимся, братья, чтобы нам избавиться от такого бедствия, постараемся всем, и Бог сотворит с нами милость, ибо Он есть в уповании всех концей земли и сущих море далече». Сущие в концах земли – это те, которые находятся в конечной злобе, а сущие в море далече – те, которые были в крайнем неразумии, однако Христос есть в уповании и таковых. Ну и Аввадорофей говорит, давайте все-таки потрудимся, будем стараться очищать свою душу от всяких страстей, будем прибегать к Богу с молитвой, и Бог сотворит с нами милость. И говорит, можно сравнить духовную работу с трудом, ну, скажем, хлебороба или садовника. Надо сначала поле очистить от всяких сорняков, причем чем раньше мы этим займемся, тем легче это будет. Но когда мы очистим поле от сорняков, это только половина дела. Надо обязательно насадить еще полезную культуру, пшеницу или что-нибудь еще, потому что если не насадить, опять зарастет сорняком. Святой Василий говорит, немалый подвиг – преодолеть свой навык, ибо навык, укрепившись долгим временем, часто получает силу естества. Есть такая пословица латинская – привычка «есть вторая натура», то есть вторая природа. И бывает так, что человек настолько привык к греку, что он думает, что это для него естественно. Ну, допустим, думает, что выпивать естественно, или переедать, обжираться для него естественно. Но он не мыслит себя уже без этого грека. Итак, должно подвязаться, как я сказал, против злых навыков и страстей. И не только против страстей, но и против причин их, которые суть корни. Ну, тоже у других святых отцов еще написано, что почему человек не может страсти победить? Говорят, ну, потому что он вроде бы говорит, что ненавидит страсти, но любит причины, которые приводят к поддержанию этих страстей, к их проявлению. Ну, допустим, человек, который не может пьянство победить, вот он любит такое безделье, у него душа пустая, он не занимается добрыми делами. Вот он находит утешение в этой водке. Все отцы говорят, что страсть рождается, любая страсть. От всех трех – славолюбие, сребролюбие и сластолюбие, как я часто говорил вам. Вот три страсти. Вот на экране мы видим, любая страсть рождается от этих трех. Ну, здесь самое главное – это славолюбие, то есть гордыня и тщеславие, и сластолюбие. Здесь все плоские страсти. Ну, а то, чтобы их реализовать, или прославиться, или насладиться чем-то, всякими беззаконными наслаждениями, то нужны деньги для этого. Ну, вот, поэтому люди гоняются за деньгами, проявляется страсть в серебролюбии. А остальные все страсти сюда укладываются. Вот человек – похоть плоти, похоть отчесс и гордость житейская. Вот все здесь есть. Итак, должно не только отсечь страсти, но и причины их. Потом хорошо удобрить нравы свои, покаянием и плачем. И тогда уже начать сеять доброе семя, которое суть добрые дела. Ибо, как мы сказали о холле, что если по очищению и обработке о ногах не по седанию доброго семьи, то сходит трава, и, найдя землю рыхлую, мягкую от очищения, глубже укореняется в ней, так бывает с человеком. Наша душа, созданная по образу и подобию Бога, стремится к Богу. Чтобы к Богу стремиться, душа должна, ну это не такое, душа приближается к Богу не расстояние, сокращая такое географическое расстояние, а уподобляясь к Богу. То есть очищаясь от страстей, истяживая добродетели, таким образом душа к Богу приближается. То есть душа у нас так созна, что стремится к изменениям, чтобы все больше и больше уподобляться Богу. И душе невозможно пребывать в одном и том же состоянии, но она всегда преуспевает или в лучшем, или в худшем. Еще кто-то из святых сказал, что человек, не стремящийся быть похожим на Бога, становится похожим на дьявола. То есть у нас статики не бывает. Мы каждый день или вверх идем, или вниз идем. Ну и вообще, если так вот рассудить, то духовно-нейтральных поступков не так много. В основном все равно мотив, поступка, он все равно духовный, он или положительный, или отрицательный. Поэтому каждый желающий спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в Псалме. Уклонись от зла и сотвори благо. Псалом 33. Если кто привык обижать, то он должен не только не обижать, но и поступать по правде. Если он был блудник, то он должен не только не предаваться блуду, но и быть воздержанным. Если был гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость. Если кто гордился, то он должен не только не гордиться, но и смиряться. Вот, а то некоторые, вот как бабушки будут исповедоваться, да, грехов нету, я никуда не хожу, ни с кем не общаюсь, никого не трогаю, поэтому нет грехов. Но то же самое кабачок делает тоже, он никуда не ходит, никого не трогает, и грехов тоже нет у него. Для спасения этого очень мало. А может быть наоборот, бабушке нужно делать добрые дела, хотя бы носочки вязать дома, вот, или, ну, утешать кого-то, молиться за кого-то. Вот, если есть возможность, кротко, ну, получать, ну, своих детей и внуков в правде Божией. То есть, не только мы должны зла не делать, а должны делать добро. Каждая страсть имеет противоположную ей добродетель. Гордость – смиренно мудрее, сребролюбие – милосердие, блуд – воздержание, малодушие – терпение, гнев – кротость, ненависть – любовь. И одним словом, каждая страсть, как я сказал, имеет противоположную ей добродетель. И как мы излагали добродетели и восприяли вместо них страсти, так должны мы потрудиться не только изгнать страсть, но и изгнать добродетели. Ну, то есть, у нас отпадение человека в чем состояло? Он изгнал из сердца добродетели и насадил там страсти. Ну, так же мы свою жизнь, к сожалению, делаем пока. А теперь, наоборот, нужно искоренять страсти и насаждать добродетели. Помните, как сказано в книге «Бытия»? Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И создал Бог человека по образу своему. А по подобию Бог предложил человеку самому стать. То есть, образ Божий – это бессмертие и самовластие. То есть, человек сам поделяется. Вот такая свободная воля. А чтобы уже по подобию уподобиться Богу, это уже нужна добрая воля человека для того, чтобы он захотел быть похожим на Бога. То есть, по подобию относятся к добродетели. Как Господь говорит, «Будьте уба милосерди, якожи, и Отец ваш милосерд есть. Будьте святы, как як аз свят есть». Говорит Даша Ава-Дорофей, эта мысль уже повторяется, где-то мы уже озвучивали. Он говорит так, что страсти – это недостаток добродетели. Страсть сама по себе сущности не имеет. Если добродетели сотворены Богом, даны нам для усвоения, то страсти – это производные уже нашей воли, то есть тварная воля. Если там Божья воля все добро зло делает, то зло может сотворить только падшая воля тварного существа, наша или демонская. И говорит, вот Василий Великий объясняет, что такое тьма. это не что-то сущностное, не имеет своей природы тьма. Это просто недостаток или отсутствие света. Так же и зло – это недостаток или отсутствие добра. Поэтому говорит, что страсти нам, они не свойственны, а добродетели нам свойственны. Поэтому и есть возможность избавляться от страсти и стяжевать добродетели. еще важное, знаете, бывает так, я, по-моему, об этом уже говорил, когда кто-то из нас, священнослужителей или наших сотрудников делает много дел, много добра, в храме прибирается, допустим, много добра делает, дел очень много, но при этом не смиряется и думает, что он спасается. На самом деле погибает. Надо и добрые дела делать, и еще обязательно смиряться. Здесь Авадорофей сравнивает, что когда кто-то сеет семена на поле, на поле, то этого мало, надо еще прикрыть землей. Так и говорит, мы потрудились, но это добрые дела надо прикрыть смиренно мудрием. И нередко бывает, что за наши добрые дела нам еще и попадает. Выслышленная такую фразу, когда миряне говорят, что-то последнее время, чем больше делаешь людям добра, тем больше получаешь от них зла в ответ. Но это мысль неправильная, хотя по факту может так и есть, но имеется в виду недовольство этим процессом неправильно, потому что люди делают добро, ожидают взамен хотя бы доброго к себе отношения. То есть делается не ради Христа, а ради доброго к нам отношения. Это неправильно. Напротив, все самые добрые и лучшие дела наши, они потом Богом искушается, проверяется. То есть бывают искушения, часто через этого конкретного человека, которому сделали добро. Здесь надо потерпеть уже, смириться, и таким образом наше дело очищается от ржавчины тщеславия. Говорит еще, что земледелец, он может постараться очень много усилий приложить, посеять все, но если Бог не пошлет дождя, то все труды дщетны. Так и мы в деле исправления своего, можем своей церковной жизни, можем многое пытаться сделать, но если мы не попросим Бога, если мы не будем полагаться на Его помощь, то наши дела будут тщетны. То есть мы делать много должны, добрых дел служить, но при этом смиряться и просить, чтобы Господь благословил наши труды. Так же бывает и с душой, когда кто потрудится, очистить ее от всех упомянутых нами страстей и постараться приобрести все добродетели, то он должен всегда прибегать к милости Божьей и к покрову Божьему, чтобы не быть оставленным и не погибнуть. Это важно, потому что, еще раз повторюсь, бывает, мы функции большие несем, храм построили, может, большой приход возглавляем, но при этом не смиряемся, при этом не считаем себя больными, не считаем себя в числе кающихся и спасающихся. Редко исповедуемся, не обращая внимания на свое поведение, свои слова, бывает, кого-то обижаем, но считаем, что мы почему-то имеем право на это. А это неправильно. Бог оставляет человека тогда, когда он сделает что-либо против своего устроения. Например, если кто был благоговеен и уклонился в бесчинную жизнь, или был смирен и сделался наглым. И не столько оставляет Бог проводящего порочную жизнь, когда он живет бесчинно или наглого, когда он гордится, сколько Бога оставляет благоговеен и, когда это делает бесчиннее, и смирен и, когда он возгордится. Это и значит грешить против своего устроения. И от всего происходит оставление. Поэтому Василий Великий говорит, иначе судит Бог благовенного и иначе грешника. Вот почему еще грех Адама и Евы так строго был судим. Дело в том, что у нас сейчас тоже бывает, мы согрешаем, современный человек, после грехопадения, но мы уже, как в Псалме говорится, и в грехах родимя мать моя, мы уже рождены с семенем тления. А Адаму и Еве, чтобы согрешить, им надо было преодолеть в себе все доброе. То есть не просто по влечению как-то согрешить, они должны очень активно сначала были победить себе добродетель, сделать усилие победы над своим добрым, доброй природой и только потом уклониться злое. То есть очень активное в них было зло, происходящее именно от их воли. Когда же кто сохранит себя и от этого, то он должен замечать, чтобы делая хотя малое добро, не делать сего сочиславием или из человека угодья, или по какому-нибудь человеческому побуждению, дабы сие мало не погубило бы все, что он сделан. Я в монастыре пребывал, долго жил там 20 лет, и, конечно, видно, за братьями так наблюдаешь, и видно, что постепенно возрастают братья, особенно, когда духовник приезжает, два раза в неделю занятия проводятся, и это все-таки влияет, проходят годы, и братья так улучшаются, более смиренными становятся, уже никого не осуждают, все это приятно созерцать. Так и мы тоже должны стараться и добрые дела делать, и смиряться. Перед добрым делом попросить Божьей помощи, когда совершилось приписать все, все успехи именно Божьей помощи. Бывает, что и один помысел может удалить человека от Бога. Как скоро человек примет его и подчинится ему, поэтому истинно желающий спастись не должен быть беспечным до последнего издыхания. Итак, нужны многие труд и попечение и постоянная молитва к Богу, чтобы Он покрыл и спас на Своей благодать во славу Святаго имени Своего. Аминь. Еще сейчас вспоминается, до этой фразы здесь пишется, что человек, когда насадил семена ухаживать, потом собирать урожай, но он еще в тревоге находится, чтобы насекомые не съели, чтобы дождь вовремя был, чтобы тепло было, солнышко, потом, когда соберет урожай в житницу, ну, тут уже может немножко расслабиться, но это надо смотреть, чтобы в этих складах не было течи, чтобы кровля не протекала, потому что, знаете, бывает, в одном месте протекает, зерно намочится, а потом может спреть целый урожай. Вот, так и люди, христиане тоже делают добрые дела, все время должны смотреть, чтобы ими не возгордиться, но все время в смирении пребывать. Я вот не помню, с каким святым был такой случай, когда уже душа его отделилась от тела, возносилась, то бесы стали кричать Апома с Макарием Великим, что ты избежал наших рук, тот говорит, еще нет, душа еще поднимается в рай, вот теперь избежал, нет еще, он так смиряет себя, а потом, когда уже у райских врат стоит, они говорят, теперь ты избежал от наших рук, он говорит, это благодатью Божью, я избавлен от ваших рук, то есть, они даже на матастах старались вселить от него вот эта гордость, что он великий подвижник, и он что победил бесов, а он говорит, это Господь своей благодатью избавил меня от ваших рук. Также еще помнится в житии Престой Богородицы говорится, что она перед своим успением просила своего сына, чтобы он избавил ее от мытарств, защитил, представляете, какое смирение у Божьей Матери, вот, какая кротость. Ну, дорогие слушатели, на этом наша беседа к концу подошла. Благодарю всех вас за внимание ваше. Будем стараться молять друг за друга, идти путем спасения. Значит, мы сейчас подготовим обновленную версию списка священнослужителей наших, чтобы молиться друг за друга, потом разошлем, там уточнили все, и так на жертвеннике у каждого будет лежать такой листочек с нашими именами и будем друг за друга молиться. Желаю всем Божьей помощи, старайтесь сберечь свое здоровье, не болейте, берегите друг друга, мир всем вам и всем. господи, 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 господи. Спасибо, господи.